Крупный план. Это компания всероссийского международного масштаба. И название ей «Открытое акционерное общество Кировский ордена Отечественной войны первой степени Комбинат Искусственных Кош». Ну, или Кировский завод Искош, как мы приняли все его называть. Александр Иванов, генеральный директор предприятия. Сегодня у нас в гостях Александр Григорьевич. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте обрисуем сейчас, напомним всем нам на данный момент, на конец 2018 года, а в конце 2019, кстати, предприятию будет 85 лет, что сейчас наш завод Искош собой представляет. Объемы продукции, сколько рабочих, площадь, что за продукция и далее пойдем. Ну, объем продукции, секретов нет, в конечном итоге, я считаю, вообще секретов не существует. Значит, оборот у нас в этом году будет где-то около, это без НДС, около 2,5 миллиардов рублей. Вот, мы хотели гораздо больше, но обстоятельства нам пока и боремся за это дело, потому что для того, чтобы площадка была, обслуживалась технологически хорошо и инвестиции, чтобы можно было инвестировать, нам, конечно, нужны более другие объемы. Ну, это когда-нибудь в другой раз. У нас существует 4 производства, значит, 4 производства, которые выпускают совершенно разную продукцию. Зачастую номенклатура, значит, у некоторых близка, но ассортимент совершенно разный. Значит, это зависит от того, значит, для каких целей мы что-то делаем. Так. Там мы делаем и для автомобиля эти различные ковры, значит, уплотнители, резиновые. Да, делаем детали для стирных машин также, значит, соответственно, определенные, такие, ну, не очень серьезные. Ну, во всяком случае, 4 направления, 4 самостоятельные. И к ним имеются технические службы, значит, и вот я уже перед этим сказал, что есть инструментальное производство, которое работает, имеет возможность работать 3D, значит, имеет в оборудовании 5-координатный станок есть для изготовления, из полиэтана, значит, пластмассовых макетов. Вот. И программные продукты, которые, значит, мы уже купили в 98-м году, значит, уже внедрили. И вот сейчас недавно купили мы еще сканер для того, чтобы сканировать поверхность более быстро и ускорить изготовление пресс-форм в разы. Вот. То есть, в комплексе... Удалось этого добиться, да? Да, да, да. Мы везде, куда вкладываем деньги, мы это доводим до конца. Вот. И, конечно, сейчас мы можем при развитии, если обувная промышленность все-таки снова поднимется и будет это подъем, то мы, конечно, можем увеличить объем продукции. Нам ничего не стоит для обувного сектора в два раза. Это... Никаких проблем для этого нет. Вот. Причем еще качественное. Причем качественное. И качественное количество мы это все сделаем. Число работников, сотрудников на предприятии какого значения достигает? Я уже так просто скажу сейчас. У нас, в принципе, 735 наискожи и где-то приблизительно это... Сейчас скажу. Так. Около 180 человек. Это персонал, который обслуживает предприятия. Это еще плюсом? То есть, это под тысячу получается? Они самостоятельные, но они это обслуживают предприятия, потому что, в принципе, сегодня не создана та система рыночной экономики, чтобы они могли быть полностью где-то, ну, там, за 100 километров или где-то еще чего-то жить. Приехали, уехали и все. Они выполняют функции, значит, здесь, которые нужны, ну, для этого выполнения постоянно действующей работы. Почему? Потому что мы работаем либо в три, либо в четыре смены основной производства для того, чтобы оборудование эксплуатировать, чтобы она окупалась, чтобы здесь... Да, да, да. Некоторые производства... Вот, на Лестерине мы же работаем два или три дня у нас выходные в год. Ничего себе. Из трех... Да, да, да. Производства... Да не выходные, я неправильно сказал, а имеется в виду, это... Когда пауза делается. Когда пауза делается, да, собственно? Да, первого, второго. Да, это вот имеется в виду пауза оборудования. Люди-то имеют свои все, что им положено по законодательству, они все имеют. А оборудование... Оборудование всего, да, это стоит не больше трех дней. Слушайте, удивительно, да. Да, а как по-другому? Да. Для того, чтобы... У нас бизнес, ведь это, откровенно говоря, не на задвижке где-нибудь открыл-закрыл. Поэтому мы должны конкурировать, и у нас другого пути нет, и зарплату должны все-таки какую-то мы должны людям платить. Что касается объема налоговых отчислений, которые СКОЖ перечисляет во все уровни бюджета... В прошлом году у нас перечисление было, если считать и по доходу налог, который мы перечисляем за всех, где-то порядка... В прошлом году было 230 миллионов. Но эта цифра примерно одинаковая. Ну, я просто говорю, значит, здесь, во всяком случае, мы это все платим без задержек. Это нигде ни зарплату. Она, конечно, там не фантастическая, но она сегодня средняя зарплата. Если январь убрать, которую мы не работаем, в конечном итоге, ну, основная масса... Ну, большое количество там... Да, большое количество дней. То она где-то у нас около 34 тысяч. Ну, по нынешним меркам, я думаю, что это... Ну, не супер, но она... Средняя зарплата в регионе на конец этого года у нас там должна планом... Согласно планам быть 29 тысяч рублей, но это больше, чем средняя зарплата. Надо учитывать, что у нас все-таки условия труда, сменный персонал работает в 3-4 смены. Кстати, коллектив в основном зрелый, молодой или возрастной? Есть и молодежь. Значит, на современном, на новом работает молодежь. Оборудование, которое постарше, уже более... Ну, люди, которые привыкли уже работать в конечном итоге, они работают. Проблемы с кадрами, они не только у нас, они везде есть. Но все меры, которые мы принимаем, то, что и производительность труда, то, что и оборудование. Мы каждый год покупаем оборудование импортное, в трех регионах покупаем. Основное, которое в последнее время я покупал оборудование, это европейское, это Германия, Италия. Для обуви это Италия, для резинотехники я немецкое оборудование беру. Вот, значит, здесь смешение брал в Англии, но сейчас такое беру на Тайване. И просто хотел бы сказать, когда мы берем оборудование, смотрим, как максимально улучшить условия труда и повысить уровень труда и качества. Это для нас главный критерий, потому что других не смотрим. Вот мы сейчас на Тайване покупаем линию. Но не полную, но линию. Это планы ближайшего времени, да? Это уже есть контракт. Я его просто из-за Мироторга задерживаю. Это Мироторг мы сейчас делаем. Маты для них. Вот, и 950 тысяч долларов. Так вот, при этом вложении мы получим, увеличим производительность в два раза на этом направлении, где делаем смеси, которые здесь. Но людей высовываем три человека всего. Вот для этого нужно почти миллион долларов. Три человека заменяете на миллион долларов. А вы что думаете? Я это поставил такой цель. Нет, нет, я понимаю, что серьезные вещи. И когда я этот проект сам вместе с специалистами готовлю, я четко поставил только так. И организацию рабочего, и все остальное. Значит, одновременная цель. И качество, и производительность, и объемы. Другого варианта нет. Это всегда соизмеримо. И когда говорят там повысить производительность, это всего лишь штрих всех общих направлений. Потому что без инвестиций, без огранизации труда тут ничего не будет. Вы заговорили про импортное оборудование, назвали страны-производители всех этих вещей. Просто вспоминается, в каких реалиях мы живем. Это санкции, импортозамещение и так далее. Как и скош наш в этих условиях. У него получается жить, процветать, не побоюсь этого слова. Я считаю, что в рыночной экономике, когда предприятие работает, это уже процветание. Я примерно то же самое имею в виду, что на общем фоне... Сегодня, это в конечном итоге. Во-первых, все деньги, которые у нас есть, они у нас не в акциях других. Мы боремся за это предприятие. Ни акции, ни бизнесамы, ничего мы не покупаем. Все деньги, которые мы можем, владеем, и можем их, если берем кредит, отдать, значит, они все остаются на площадке из кожи. Поэтому мы инвестируем. И, конечно, мы, даже когда готовим проекты, мы даже зачастую не можем, учитывая, что у нас мало спрос в стране. Сегодня я уже говорил, что в обуви везде непредсказуемо. То есть, мы всегда рискуем. Бизнес-план только по чутью. Понимаете? Ну, информация по чутью. Да. Можно ошибиться. И бывают ошибки. И бывает иногда выстреливать через 10 лет. Значит, и такой вариант бывает. Ну, то есть, закупаем оборудование, смотрим. Вот здесь получилось, не успеваем мироторгу. Я вынужден, я смотрю, вынужден сразу 40 миллионов пока отстегнуть. Здесь 40 миллионов запустить для того, чтобы купить пресс дополнительный в Италии, и купить такую резательную машину. Причем, что такое резательная машина для резины? Там нужно в мате сделать 28 отверстий. Ну, не просто ножиком проткнуть, я понимаю. Так это тоже станок трехкоординатный. Он в плоскости в этой. Это то же самое, только режет водой, строя воды. От полутора тысячи больше давления в барах. Давайте сейчас еще поподробнее перечислим, кто находится в списке традиционных партнеров кировского завода «Искош». Куда, собственно, идет продукция? Ну, в Кировской области. Сразу хочу сказать основное. В Кировской области это, значит, фирма «Лель». «Лель», которая выпускает обувь непосредственно на основе обуви. И, соответственно, в Ахруши. Это обувное направление. В Ахруши-Юхть. Да. Сельскохозяйство, кому мы это устраиваем, мы работаем с областью по сельскому хозяйству, по матам. Это для ферм, для рогатого скота? Да, готовим сейчас, в этом году должна появиться, или первый квартал в следующий год, это сосковая резина будем тоже. Ну, это для нас немного, но будем производить. Сосковая? Сосковая резина, да, для додательных агрегатов. А, понял? Да. И логичные шланги. У нас есть оборудование, которое для шланги. Вот мы тиражиром, какие иностранные шланги, значит, тоже будем делать. Ну, в общем, смотрим, что мы можем делать для сельскохозяйства, применяя технологии, полимерные технологии. Мы, конечно, готовы все это делать. Так, это Кировская область. Да. Остальные потребители все, я вам говорю, что все фабрики, которые есть на территории СССР, ну, 90%, 95% связаны с нами по каким-то направлениям. По спецобуви, ну, я думаю, что еще больше. Там проценты еще, значит, в конечном итоге. Мы поставляем, я вам сказал, что только трем предприятиям, которые выполняют госзаказ, поставляем, ну, много чего. Резину в основном, если прямое литье, либо в другой форме заготовки. Ну, и если что-то нужно, пожалуйста, мы можем много чего делать. Но, во всяком случае, мы участвуем в этом деле, участвуем в этом, работаем по закону, который есть. Он не такой простой для нас. С учетом его останавливать, задерживать не буду. Но мы работаем. Выполняем все обязательства. И пока была, у нас конкурент бы, опять же, был в Германии, владелец у него в России. Мы все-таки, откровенно говоря, ценой и качеством убрали эти поставки. С российскими железными дорогами у вас тоже плотные взаимодействия. Да. Железнодорожные переезды, вот эти прорезиненные поверхности. Подкладки. Да. Значит, ну, в принципе, прокладки я не считаю, что уж какая-то. Ну, вот тогда, есть ассортимент, делаем. У меня там таких вопросов нет. Но по переездам, хочу сказать, кроме нас, на территории СССР никто не делает. Да и в Европе, вот как я уже говорил, фирма Крайбург, значит, разговор. Это серьезное изделие. В сборе, оно стянутое в сборе, значит, составляет 4 тонны. И изделие внутреннее между рельсами, одно изделие, одна заготовка, весит 395 килограмм. У нас своя технология, энергосберегающая. Вот мы вулканизуем, скорость вулканизации у нас в 2-2,5 раза выше, чем на предприятиях, которые пытаются это делать, но они делают не тот уровень. Ну, вы говорили, да, перед началом нашей беседы, объемы важны. Объемы в физическом весе, это делаем этих изделий около 2000 тонн. 2000 тонн. Если поговорить еще о гражданской подробной продукции, да, которую выпускает завод Искош, вот что жители нашего города могут непосредственно увидеть, приобрести обувь, кроме обуви, да? Ну, вы знаете, это кроме обуви, в конечном итоге, кроме обуви, мы делаем ковры. Ну, здесь посредники, значит, где-то чего-то для автомобилей. Ну, вот передо мной буквально в прошлом году встал вопрос покупки нового комплекта ковриков, потому что старые прохудились. Я смотрю, о, производство Искош. Мы делаем это. Приобрел, приобрел. Причем мы делаем это, ставим задачу переработки отходов. Вообще, потом, если будет у вас время, оставьте нашу программу экологии, мы вам расскажем. Ага, две минутки, две-три. Хорошо, хорошо. Мы скажем, что мы здесь колоссальные инвестиции сделали. Я думаю, там вопрос не 100 миллионов больше, для того, чтобы была экология нормально. И в конечном итоге, значит, выпускаем из отходов производства, выпускаем плитку тротуарную для садов. Ну, это такая мелочь, это все мелочь. Конечно, берут у нас, раньше был ремонт, когда базы брали. Кто-то берет у нас, есть маленькие фирмочки, которые пошивают обувь, берут подошву у нас. Но все равно все это связано в основном с обувным сектором. Либо с сельским хозяйством, то, что я сказал. Других направлений. Ну, пресс-формы иногда нас просят, мы делаем. Значит, для наших же обувных предприятий мы делаем пресс-формы. Они заказывают, мы делаем. И не только. Мы делаем пресс-формы и для белорусов делаем пресс-формы. Когда говорим о Казахстане, для чего. Если у кого есть, кто-то просит, мы делаем пресс-форм. Потому что все-таки у нас уровень. У нас нет конкурентов на территории, в той территории. Социальная политика предприятия, заводы Искош, основные параметры, которые закладываются именно в эту концепцию. Ну, социальная политика, значит, она базируется должна на чем? Уровень зарплаты вы уже озвучили примерно. Я сказал, но я хочу сказать, на чем она базируется. Она базируется постоянно на производительность труда. Значит, без производительности труда это все обман. Я могу сделать любую зарплату, взять кредит и его не отдать. Один раз всех, это здесь, в данном случае. Но зато поживут люди. Да, ну, месяц. Недолго. Месяц будет такого, значит, в данном случае все здорово. Но суть-то другая. Нужно и объем производства, и нужна производительность труда. Мы этим занимаемся. У нас на территории нигде никто не слоняется. В конечном итоге, если только мы фирмы какие-то нанимаем. Вот, значит, ну, еще нужно. Вот цель. Вот я в последний раз снова повышаю зарплату для сдельщиков, значит, там. И вообще никакими нормативами отдаю эти деньги, добавку, в цеху директора производства. И он сам, неважно, сколько тут заработает человек, он будет им платить, как он себя проявляет. Зарплату не ограничиваю. Вот посмотрю, как они будут использовать. Месяц вы подоблюдаем. Вы подоблюдаете для начала, да? Потом будете принимать решения. Нет, у меня есть. Правильно поступили. Да, посоветуемся вместе с ними. Посмотрим, что именно. Главный вопрос, что пришел новый человек, значит, на завод. Посмотрел, а сколько зарабатывать? Его должны подвезти дядя Петя, тетя Маша, значит, показатели там Оле, Саше, значит, разговаривали. Подвезти его и сказать, вот, вот это он как работает, видишь, как он работает, да? Ну, зарабатывать столько-то. 40 тысяч, может, больше будет. Больше будет некоторого зарабатывать. Ну, в принципе, наше время – это деньги, если так, в какой-то степени, я так считаю. Ну, вот такую ставим задачу. Другим способом. И плюс, конечно, современное оборудование. На примитивное оборудование вы никогда ничего не сделаете. Это требование времени. Это задача краеугольная, а сразу же условия труда, вентиляция, полы, погрузчики, значит, чтобы нормально ходили. Мы впервые, наверное, все, вряд ли кто в Кирове используем. Мы газовые погрузчики используем, значит, Кузговор, для того, чтобы уйти. И сократили сразу количество погрузчиков раз в 10. Потому что они… Более эффективные. Они крутятся. Машины, да? Крутятся. Круглые сутки. Электрические погрузчики надо заряжать при интенсивном движении. Что касается всевозможных выплат, помощи, медицинского обслуживания, это все присутствует на использовании. Медицинская часть мы не ликвидировали, она у нас есть в том варианте, как консультация имеется до поликлиника. Значит, практически вся линейка врачей приходит, значит, разговор смотрим, проверяем, значит, такое-то. И, соответственно, уже если более глубокое, где-то нужно, требуется изыскание медицинское, отправляем, соответственно, уже в другую поликлинику, которая имеет специально. Ну, в любом случае, я считаю, что это нужно. Я смотрю, за границей был такой, например, мы столовые, оставили их, конечно, не слишком это приятное дело, но оставили столовые для того, чтобы люди могли есть горячую пищу, значит, во время этого перерыва. И мы считаем, что это, в принципе, необходимо в наших условиях труда. Значит, все равно многосменный режим работы. Вот здесь все эти направления мы здесь учитываем. Ну, и все-таки все эти социальные у нас выплывания, я уже говорил так. Но мы перед началом программы так говорили. Да, что мы доплачиваем всех, у кого трое детей, по пять тысяч ежемесячно, значит, партия. Вот только третий в семье появляется так сразу. И папа с мамой работают, и тому, и другому доплачивают. То есть 10 тысяч они платят. Если они вдвоем работают, они получают 10 тысяч. А вообще характерные явления, вот именно семейные подряд, с семьями работают? Ну, наверное, есть. Я, может быть, чего не особо интересовался. Вы знаете, не так много. Человек 9-10 я насчитал пока так. Семей? Да, семейные. Ну, все, что мы можем, в конечном итоге, все делаем, значит, рассматриваем. Никогда не увольняясь, человеку до пенсии осталось там, и даже он не нужен. Либо я его держу дома, плачу деньги, значит, ему ставят его зарплату, либо он его до конца ищем пути, куда его устроить. Александр Григорьевич, поближе, пожалуйста, к микрофону, чтобы было слышно. Остается буквально несколько минут у нас. Я помню вопрос экологической безопасности. На последок их на самом и оставим. Но вот сейчас хочется знать о перспективах, собственно, о планах. Все-таки 85, через год уже лет исполнится. До начала нашего разговора в эфире вы сказали, что есть и прорабатываются определенные договоренности с заводом Пирелли о производстве диафорога. Ну, это пока рассуждение, потому что в конечном итоге, я сейчас заканчиваю, я просто говорю, планы у нас намечены на несколько лет, это мгновенно здесь. Я сейчас вынужден вложиться в другие мероприятия, чтобы поднять объем производства. У нас как шагреневая кожа. Что-то упало, значит, надо снова какую-то новую голову выращивать, как у Змея Горыныча. Поэтому мы это просто говорим о том, о чем мы думаем. И диафрагма у меня в кабинете в моем лежит, для легковых автомобилей. Легковых автомобилей? Да, рассматриваем этот вариант. Я не думаю, что это будет кто-то жаловать, что это секрет какой-то, но, в всяком случае, мы рассматриваем и этот вариант. Ну, в развитии смотрим, как я говорил вам, увеличение прибавочного продукта, смотрим, какие вещи мы можем сделать у себя, в нашей продукции, которая есть, для того, чтобы уменьшить закупки и, соответственно, чтобы те издержки были у нас ниже и прибыль была выше. Это вот все линейное. Потому что для выживания просто нужно, для нормальной работы это все нужно. Насколько далеко идущие вот эти планы? Это год, пятилетки, десятилетки? Вот сейчас под вашим руководством уже проработаны. Нет, вы знаете, я могу сказать только одно. Вот те программы, которые мы наметили для того, чтобы у нас и резервное оборудование было, и прочее, закладываем, и в цехе цветной резины, и в цехе черной резины. Это план на два-два с половиной года. После этого уже, значит, если ничего не меняется, мы должны расширять производство только за счет создания, опять же, то ли диафрагмы, то ли это какая-то другая продукция. Ну, вы понимаете, что... Конечно, нам бы хотелось, чтобы все-таки в России носили обувь. И могут. Сейчас технический уровень обувных предприятий довольно-таки приличный. И можно все, что угодно, любой уровень сделать. Но нужно, я говорю, с моей точки зрения, протекционизм такой спокойный, не воинственный, никакой, как там, допустим, в Китае. Обдуманный. Обдуманный. И это первый элемент – это девальвация, которая есть, и она помогает все-таки выживать. И второй – все-таки должны быть продукции, которые заводятся в страну, должна серьезным образом сертифицироваться по экологии и по всем параметрам для связанной жизнедеятельности человека. И особенно детской. Поэтому не просто так. Кто-то привез, что-то сделали. Ну, как сегодня? В принципе-то везде один – получить деньги. Вот это никак не получится. Потому что яркий пример. Мы с Китаем дружим. У разговоров у нас нет других путей, как мы это в конечном итоге. Но условия одинаковой продукции имеют разные, соответственно, там уже не пошлины. Вот господин Трамп сегодня выжимает Китай. 40% было пошлина автомобиля. Ну, давайте выравнивать. Ну, чего же. Давайте обоюдным этим будет. И поэтому не стесняться. Надо просто посмотреть. Еще раз говорю. Отрасль и промышленность надо развивать. То, что готовенькое есть, его не нужно уничтожать. Мы уже научились уничтожать. Строить жизни не хватает. Поэтому нужно посмотреть, что в стране сегодня обувь. Сельскохозяйство развиваем? Развиваем. Казаревные заводы есть? Есть. Значит, мы есть? Есть. Обувные фабрики есть. Уровень технический не хуже. Приличный. Приличный. У всех приличный. Значит, покупается оборудование. Не требуется. Люди, специалисты есть. Как только это умрет, если мы... Ну, а потому что если 10 пар выпускаете, оно все равно умирает в конечном итоге. Если дойдем до этого явления, то создавать уже никто не будет. Ну, там еще эти армии есть. Силовые органы. Они тоже где-то миллиона три им нужны. Значит, ну, все силовые. Ну, да. Три миллиона человек. Миллиона три и пару будет где-то. Было время, что покупали там, за рубежом. Вот сейчас вроде бы уже тенденция немножко другая началась. Две минуты остается. Экологическая безопасность. То, чему уделяется одно из самых немаложенных значений. Хотелось бы, чтобы описали, обрезали. Вот даже цифры, которые у кого-то запомнятся. Значит, мы ежегодно перерабатываем. У нас много отходов. Понимаете? Потому что... Ну, особенности. Особенности такого производства. Так вот, мы в год где-то 200 тысяч тонн перерабатываем. Значит, мы два с лишним миллиона килограмм перерабатываем отходов. В продукцию. Не просто мы их... Что в переработку идет? Поясните. Отходы. Летниковые отходы. От прессов отходы. При обработке резины мы все 100% используем у себя. 100%. Объем это больше намного... А если на человека... Это получается, мы перерабатываем где-то полтора килограмма отходов на человека в Киевской области. То есть, где тысячи тонн мы в конечном итоге где-то перерабатываем. Да, не хватает, мы берем шиновские отходы. О, простите. Да, хочу спросить как раз, где отходы-то берете? Может ли какие-то резинотехнические изделия вам принести и сдать? Учитывая, что мы для сельскохозяйства увеличили сейчас, отходов нам пока... Когда нам не хватает отходов, у нас есть в Коминтерне переработчики Шуин, мы там покупаем. Покупаете? Да, покупаем. Покупаем здесь. Для меня важно, чтобы мы ничего на свалку не возили. Это принципиальный момент в вашей работе. Да, принципиально. Мы покупаем черную сажу, которую мы берем в Омске. Мы ее берем специально в хапперах. У нас автоматизированный склад. У нас можно в ботинках ходить, нормальных, по производству. Черных, где-то улево там. И стараемся вообще ее ликвидировать. Все принимаем меры, чтобы у нас не было ни в мешках, ни в этих, ни в биг-багах. Потому что черного хобеля нет, мой жобел. Канализацию мы вот сейчас заканчиваем в этом году. Переделку канализации. У нашей канализации, у нас никаких промышленных стоков там вообще нет ничего. Только биология, помывка в данном случае. И, как я шучу всегда, китайцы в худшей воде выращивают рыбу, чем у нас канализация. Хотя, честно говоря, заказатель сегодня такой, я бы хотел сказать, что оно вроде бы имитирует это экологические параметры. На самом деле, не буду задерживать время, совсем другой принцип для других целей. Но мы все, для того, чтобы, и вообще все полностью, чтобы не дружить с монополистами, мы сегодня, кроме электричества, 80% и газа, производим все теплоэнергоэнергоэсурсы свои. Сами. Да, сами, потому что это нам дает колоссальные деньги. И плюс работаем на высоком напряжении, 110 кВт. Это для нас помощь к трем-четырем сменам, еще помощь вот эти затраты. Хотя они растут. Электричество за 6 лет выросло в 2 раза. Растет все. И вот на нас монополии, это еще за очку и ставят, когда мы говорим про зарплату. Значит, с одной стороны, мы на продукцию свою должны, соответственно, решить, чтобы мы конкурентоспособны. А второе, чтобы люди наши не были нищими, мы должны все время следить, чтобы, учитывая, что тарифы коммунальные растут. И сегодня мне иногда говорят, что в некоторых городах, это не у нас, может быть, и везде, составляют 15 тысяч зарплата, да, и половина уходит на квартиру. Квартиру в смысле, да? Да, 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 да. На небольшую квартиру. Вот это, конечно, это не период разговора нашего, конечно, это разговор, о нем нужно сидеть и рассуждать, что сегодня выгодно. Вот сегодня яркий пример. Обама сделал какое-то медицинское страхование, посчитали, денег не хватает, триллионы нужны. Значит, Трамп пытается отменить, потому что дорогая медицина. И вот сегодня, что, я не буду, я читаю аналитику, по всему у меня голова дурная. Значит, и сегодня некоторые государства, высокоразвитые государства, смотрят, что им иногда государство лучше дать деньги выделить, чем потом нищим или кому-то дополнять, чтобы они могли пользоваться этими услугами. Вот в чем дело. Все равно человек умирать-то не должен. Вот, все. Надо везде смотреть. Да, к сожалению, время наше вот так быстро истекло. Благодарю вас, Александр Григорьевич, Александр Иванов. Напоминаю, гость нашей студии, генеральный директор Кировского завода ИСКОШ. Успехов вашему предприятию. Всего доброго. Я думаю, что не последняя наша встреча. Очень интересная беседа. До свидания. Спасибо. Благодарю за внимание. Крупный план.